Так, у нас сегодня продолжается интервью с поваром. Здесь мы будем чуть меньше говорить, наверное, и будем больше показывать, что мы делаем и как мы делаем. Если мы продолжаем, зачем я переоделась? Другая серия, мы это завтра покажем. У нас кулинарная Санта-Барбара! Хорошо. Я извиняюсь. Нет, все в порядке. Я не выключаю, чтобы органично все было. Да, 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 ты будешь говорить, как там, кто в Санта-Барбаре? Знаешь, как герои какие-то? Си-си. Си-си, да. Келли. А Рабиниазавра это другой была уже. Рабиниазавра? Ты что, Рабиниазавра была очень-очень маленькая. У нас бабушка сидела на кресло-качалке. У нее были такие алюминиевые бигуди. Она что-то обмачивала в пиве, мазала волосы, потом на алюминиевые бигуди закручивала пивные волосы. И мы с ней сидели, смотрели Рабыню Изауру. Я очень переживала за Жануарию. Это такая толстая повариха была, защитница всех. Давай, толстая повариха, расскажи мне, что мы сегодня делаем. Ты знаешь, что это за рыба, нет? Это рыба. Да. Это рыба! Бинго! Ну, это вообще самая, наверное, одна из кустых рыб, которая вводится на Ляске. Если ты сказал, что это красная рыба или палтус, это гермо собачье, называется угольная по-русски или блок-кот или сейбл-фиш. А по-русски? Угольная. А, прям рыба так называется? Угольная? Угольная, да. Очень интересно. Она, изначально называли ее блок-кот, потому что, ну, типа, как же там брюхо вишнево черное. Она живет глубоко, живет все подряд, и когда она набьет брюхо мелкой рыбкой или креветкой, она начинает хищник. Хищник, да. Она начинает светиться, и чтобы не светилось, у ней вот эта вот черная штука. Серьезно? Да, да, да. Она была где-то сто лет, ее называли все угольной рыбой. Ну, больше, ну, что, сто лет. Потом, в 1916 году, американские сказали, нет, угольная рыба, она как-то вот неполитически корректно называется. Давайте ее назовем для маркетинга сейбл-фиш. Подожди, подожди, подожди. Угольный, неполитически корректно? Ну, по-русски угольный, по-английски блок-кот. А, а, господи, это ж надо еще язык знать. Да, 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 да. И ее стали, подали петицию переименовать ее в сейбл-фиш. Мраз. Петиция заняла сто лет. А сколько денег? А сколько денег? Ну, решили, что для этого она будет... Она стоит того, да? Да. Раз такая вкусная рыба, она заслуживает. Она очень жирная, то есть, кто-то любит там жирную рыбу такую, знаешь, вот. Ну, а жирная рыба-то... А можно я ее по-нибудь? Да, пожалуйста. Нет. Она вкусно пахнет, не поверишь. Она пахнет морем. Прям вот... Она свежая или размороженная? Нет, ну, она свежая. Это... Она... Этот размер небольшой. Это с Ашата Вашингтон. Свежая, никогда не была замороженная. Она пахнет морем. Вот прям вот волнами, йодом, солью. Я не знаю, она очень классная. Ну, опять, японцы сходят под пеней с ума. Но японцы любят... Я смотрю, ты любишь японцев. Ну, я же азиат, понимаешь? Это ты европейский житель. Азиат. Мы в следующий раз принесу с собой скотч, и мы сделаем раз, два, чтобы точно был азиат. Ну, мне нужно, как... Да, или такую полосочку черную. Повязка, да. И... Правда, для Японии она должна быть побольше. Чем она больше, тем она жирнее. И здесь, в нашем штате, глубина не такая большая, и она, ну, не такая жирная, как вот с азиатскими. Но она любит холодную воду или теплую воду, или все равно? Нет, только холодную воду, да-да. С нее можно приготовить два блюда, то есть она без... Всего два? Такая вкусная рыба, но можно приготовить всего два блюда. С одной. Рыбь без... Я уж расстроилась, думаю. Она безотходная. Смотри, чтобы долго не мучиться с ней, там, вырезать филет, и так далее, мы отрезаем хвост и запустим хвост в дальнейшую там обработку. Это тоже можно обрядать. Можно я это ножничками сделаю? Вот вы, мужики, а! Что? Сразу же так, как садисты, раз-раз. Я бы ножничками так, чик-чик, аккуратно. А ты? Мы никуда не опаздываем. Мы наслаждаемся. Ты знаешь, я люблю готовить быстро. Я вообще ничего не люблю делать долго. Вот здесь готово все. Раз-два и готово? Да. Она красная, ты меня обманул. Вон у нее красный прожил. Не, ну, кровь-то красная. Правильно? То есть она настолько свежая, что у нее еще красная кровь? Да. Ну вот, видишь, у нее еще вот... Ее поймали сегодня? Удивительно! Ее поймали сегодня! Нет. Ее поймали на этой неделе. Сегодня шанс что-то? Какой понедельник? Среда. Вот это в понедельнике она была, где-то. С ума сетей. Так, ты пока не займись, сделай мне кусочек имбиря почисть, чеснок по уголовке и с этого апельчика нам надо вытащить в мудренности. Что-то хватит? Или это много? Ну, хватит, да. Я тебе еще луковицу дам. И нож, и нож, и нож, и нож. А нож тебе положил? А я хочу вот такой. Такой? Я маленькая девочка, люблю большие ножи. Он уже в рыбе. Ну, а у тебя он 101? Такой нож, да. В следующий раз в гости приду с большим ножом. Ты бы знал, сколько он стоит? Ну, я даже знать не хочу. Это настолько неинтересно. Главное, что он большой. Маленькие девочки, вот большие ножи. А вот, вот это мы тоже отрезаем, чтобы не мешалось там в процессе. Так что мы готовим? Ты так и не придумаешь. Мы сделаем, сегодня мы сделаем одно блюдо с этого. Мы ее запекем в моем фирменном соусе. Ну, когда-то я занимался тем, что... Изобретал соусы? Нет, ну, дома проходило много людей, там до 50 человек. Надо было чем-то всех накормить. Я шел в магазин, покупал вот такую угольную, побольше размером. Дома это где? Ну, здесь. Здесь, в Америке. То есть ты хочешь сказать, что эта рыба продается здесь? Да. В магазине? В магазине продается, и у нас продается, да. Ну, да. И надо было как-то вот быстро что-то сделать. А я человек любимый, я все люблю делать быстро. Чтобы побольше поспать. Ясно. Ага. Поэтому я высыпался и быстро бежал в магазин. Покупал готовую рыбу, обсыпал себя мукой и говорил, о, рыба готова! Это долго, мука, она листкая, грязная, грязная. Да, потом еще очищать себя надо. И ее жарить, она брызгает. Вот смотри, ты пожадничал нож, а вот чтобы чеснок хорошо почистился, надо взять большой нож. Вот так вот раз, по нему стукнуть и стукнуть. А из-за маленького ножа чеснок убегает иногда. Я тебе дам большой нож, он тупой. Нет. Нет. Тупой и еще тупее это фильм. А нож должен быть всегда острый. Так, вот позвоночек мы его тоже используем. Это мы будем варить что-нибудь вкусненькое? Ну, это мы завтра что-нибудь такое сбацаем. Я думала, ты скажешь, нет, мы будем кормить этим кошку. А ты еще меня этим собираешься накормить? Или обещаешь, что это будет вкусно? Когда у тебя большая пьянка? Ты идет в ход все, да? На утро идет в ход все. Ты хаш готовишь дома, нет? Нет. Очень жирно и очень долго. А холодец? Да. Но ем его только я. Пусть, а чем тебе хаш от холодца? Хаш это горячий холодец. А я люблю холодный холодец. Моя семья заявила, что холодец это хорошо, но он склизкий, противный. У моего мужа есть любимая шутка о том, что холодец надо брать с собой на интервью в кармане. И ты сидишь его такой холодный в кармане перебираешь и должен держать такое лицо холодное, невозмутимое. И тогда можешь встретить на любой вопрос. Кстати, я уже заканчиваю приготовление, а ты что-то не режь его, не режь его, а надо просто почисть. А-а-а! Почисть шутка, не мажься этот. Я сказал, я же ленивый человек. Все, я поняла. Вопросы к нему? Делаешь порции, да, для гостей. Если гости большие, большие порции. Если гости маленькие, маленькие порции. То есть это индивидуальное, порционное блюдо получается? Да, абсолютно. Ну, представьте, я 50 человек прошел, я надо 50 порций, чтобы этот... Ты знаешь, ты говоришь, ты уже приготовил. А я не умею готовить. Когда я готовлю, я должна молчать. А если я не... Лук чистим? Да. Лук чистить и... Когда я готовлю, я молчу. Я иногда с мамой вот так вот разговариваю во время готовки. Потом замолкаю, мама говорит, что случилось? Я говорю, нет, все в порядке. Просто я задумалась, мне надо посчитать, прикинуть. То есть надо сосредоточиться все-таки. Слушай, ты еще скажешь, что на кухне все взвешиваешь? Да. Я даже с собой в гости весы вложу. Обязательно. Я тебя даже больше удивлю. Я дома, когда делаю котлеты, я котлеты тоже делаю через весы. Я как-то столкнулась давно с такой вещью, как дети, которые смотрят в соседнюю... Не надо крупное сладкое 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 сладкое. И вот просажешь, это в блендере. А, так ты бы сразу сказал, что все будет в блендере. Да, что будет в блендере. Все, я поняла. Я сказал, что разрезать их только. то есть и дети они любят чтобы все было папа папа откройте после 1 кухне много тех нет я тебе даже больше скажу у меня на кухне даже специи немного потому что мои любимые специи это черный перец и соль а соль чаще всего у меня обычная белая соль иногда пользуюсь я так и знала кармана достанешь какой-нибудь красоту и скажешь боже смотри что надо розовую гималайскую соль я у меня мама байка у меня мама занимается лошадьми точнее здесь нет россии вообще она нет я наверно очень круто круто завернула у меня мама держит магазин для лошадей то есть амуниция кормежка и все остальное а вот и гималайская соль роза и вот такая приходит вот такими брусками чтобы ну как лошади же любят лизать соль вот они получают это лизунцы эти лизунцы стоят каких-то смешных денег вообще абсолютно смешных денег а вот и я у мамы брала вот эти как головы дома ступочку раз-раз-раз расколол и получается соль которая стоит бешеных денег слушать ты моему пегасу просто крылья обрезала под самый корень он стал слабо обыкновенным мереным я принесу розовую соль похвастаться удивительно удивительно сказать знаешь для рыбы нужна какая соль а тут розовая соль другая не подходит ну подожди розовая она же разная я тебе про гималайскую говорю может она у тебя не гималайская но сделано в пакистане ну скорее всего сын не притащили пакистан то это медом в баночке складывали поэтому солью меня не удивишь нет есть соль я даже врать не буду как она называется и и она продается какими-то маленькими 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 порциями и и кондитеры вот так вот по одной крупиночке кладут сверху какого-нибудь блюда и там другая формула не думаю что они там другая цена просто вот осмотреть это блюдо почему ленивые это это маленький поддон на пятьдесят человек просто я использовал для основы что-то да я использовал для основы подушку какую-то овощную нет или сироп то есть мы это еще будем чем-то заливать или кокосовое молоко а ты не забьешь все так вот или или томаты какие-то то есть подожди можно на это уникальное блюдо собственного произведения скажем так использовать и кокосовое молоко и кокосовое молоко хорошо идет то есть нет то есть это два разных блюда если это будет томаты или если это будет кокосовое молоко это уже получается совершенно два разных блюда правильно томата лучше идут красной рыбе как лососью да ну не знаю как как то так не казалось она она будет больше или заспал убрать сироп так я что немножко будет многовато открыл а то есть ты наливать только сок правильно я как-то запихивал сок несколько раз фрукты это же ананас правильно это это смесь ассортида просто ананас очень может быть такой своеобразно да слишком своеобразно я у меня как-то было детское мероприятие и у меня дети очень любят готовить пиццу ну точнее как детское мероприятие это был детский день рождения а вот и мы пригласили детей мы с детьми сделали тесто у меня была куча всяких начинок нарезок вот и один мальчик сказал а я люблю пиццу с ананасами ну слава богу мне были консервированные ананасы мы эти ананасы открыли выложили ему на пиццу никто больше из детей не согласился ну она вас вописит это же типичный гавайское блюдо вероятно но она не знаю я не всегда понимаю когда у тебя что-то соленое и она же с сахаром мы тут недавно с супругом в азиатском магазине нашли красивую сырокопченую колбасу мы ее схватили пришли домой вот идеальная колбаса отрезали а в ней сахара больше я очередной раз подтвердила для себя что вот как мы либо я стандартно мысль что вот мясо должно быть соленым и острым никак не с сахаром и карамелью но если ты для старта сынок готовит собирать китайское блюдо китайские китайцы по моему не касание все сладкое да 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 я понимаю что это тоже азиатский стиль но я сомневаюсь что он согласится и то есть соус получился винят нет понюхай он пахнет острым если букет куда ротим уж запах и ударяет у нас так что аж слезы прошибает а я пропустила ты налил свою соус да мы с тобой так болтаем что я не успеваю следить за рецептами ты не потом их напишешь особенно такие тайные секретные соусы и вот таким вот и обычно либо должна плавать или от этого должно чуть-чуть вот вот это хватает она не должна так плавать как этот в луке чувствуешь какой-то запах и лично до острый такой острый жгучий перец тоже видимо был жгучий потому что перец очень жгучий так сейчас мы это запихаем в духовку на какой температуре ты это делаешь я все на глаз делаю знаешь я тоже делаю часть на глаз но всегда моя бабушка говорила глаз он дурак если есть такой анекдот с плохими окончаниями окончания не буду рассказывать все кто знают они догадаются стоит на рынке волк продает соль так прибегает заяц и горит год ок на супе по килограмма соли проблема весы сломались давайте на глаз насыплю все с вами я вот так же все делаю на глаз не понимаешь у меня ну-ка я люблю готовить на глаз вот оладья утром быстренько над на глаз потом в тарелку но очень часто бывают такие моменты когда ты что-то получилось и ты хочешь это повторить и вот этот глаз который ты на который ты насыпал он все время ошибается то есть вот ту идеальную пропорцию который вот искал вау идеально не получается повторить вот смотрю с этой рыбы ты можешь делать что угодно хочешь делай хаш там уху хочешь делай запекай единственное она не совсем хороша для жарки вниз столько жира что она вся расходится по сковородке ну я не любитель ее жарить она плохо будет в панировке или в тесте потому что опять она жирная то есть то есть нужно использовать вот ее жир кстати я как-то не скоро съем не обращали брали ложили вниз палтуса палтус сухой а сверху ложили эту рыбу и получался просто такая вот слоеный пирог из двух видов великолепный то есть получается вот этим соусом который мы зале или рыбу он после запекания можно будет полить либо овощи либо рис либо гарнир который там или этот он очень острый ты знаешь он будет островатый я обычно жду когда он немножко испариться поменьше его будет потом сверху увожу фрукты фрукты чтобы не чуть-чуть подпеклись и вот фрукты и и помажем и покажем и попробовать не дадим подразнится и гугл ставим время таймер на глаз так процесс достать выроса тела да барбанегра там там вот чем чем прелесть этого блюда да ты поставил на стол каждый подошел порционно взял это моя извините я ее размазала пожалуйста мне нравится вот это вот теперь перьями слоистость а прослылась нет или тебе гламурно соли дохи подожди блюдо сначала надо попробовать а потом уже портить ты знаешь соус прям вкусно не я бы ничего не делала ничего не делала очень вкусно и рыба она она очень нежная вот она прямо я вас к жирненько такая сочная она простояла в духовке и она жирна и если еще взять и рыбу которая она очень весит где-то примерно 6-7 паундов или семь паундов и больше вот эта корочка она еще будет жирнее корочка карамелизовалась это очень вкусно вот вверх хрустят прям похрустывает я сначала думала что это сгорело на самом деле это очень вкусно ты не первый этот удобный кролик а то есть их чек 200 попробовал это уже очень вкусно очень вкусно ну можно заменить сироп кокосовым молоком молоком да ты просто не не блондер ничего не разберешь то есть добавляешь или какую-то основу ты знаешь даже сладкий фрукт с этой вот остринка перчинкой солонинкой и с рыбой очень хорошо сочетается если хочешь поострее 2 . 100 острого соуса а что это был за перец а этот мексиканский какой-то там джапета или капета только можно обычные острый перец да удожу не туда зеленый большой он не подходит он мало мало острый в нем очень много мякоти получается подожди а ну-ка скажи мне я стою пробую мне вкусно ты даже не прикоснулся я столько же ее съел это подозрительно меня будет мучить головная боль я таймер включил ну очень вкусно очень вкусно прямо очень вкусно ладно рецепт внизу только подписчикам только за бешеные деньги секреты от рыбного повара пока пока